Наличие двух разновидностей у монеты СССР 1 рубль никак не влияет на окончательную стоимость монеты при выставлении на нумизматических аукционах. Рублевая монета в простом обиходном состоянии стоит до 1 доллара за 1 рубль. А вот монета в исключительном состоянии может уже потянуть на 20 долларов за 1 экземпляр. В основном они стоят в районе 10-8 долларов за 1 монет. Отличаются монеты с браком, например, смещение, а также монеты в свинцовом сплаве. Оценка таких монет это 150 долларов за 1 штуку. Денежная реформа, которая проходила в СССР с 1 января по 1 апреля 1961 года, была призвана отбросить нолик с цен путем замены денежных знаков. Исключение составили монеты 1, 2 и 3 копейки, которые остались в денежном обращении вместе с новыми монетами. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег и я нумизмат. И все самые дорогие монеты СССР 1961 года в этом ролике. А ведь они могут быть и у вас. Стоит посмотреть этот ролик до конца и перебрать свою мелочь. Есть ли среди них монеты, стоимостью которых доходят до 1 миллиона рублей? Монеты 1961 года представлены 9 номиналов. Это монеты 1, 2, 3, 5 копеек, монеты желтого цвета, 10, 15, 20, 50 копеек и монеты 1 рубль. 50 копеек не чеканились в Советском Союзе очень долго. Последние полтинники были отчеканены еще из серебра в 1927 году. Полтинники этого года чеканились в трех разновидностях, которые равнозначно ценятся среди коллекционеров. И стоимость монет одинаковая. Ну, плюс-милус. Монеты с обихода цена полдоллара, один доллар. В отличной сохранности 5-10 долларов за одну монету. Но в исключительной сохранности 50 копеек 1961 года можно продать нумизматом за 50 долларов и более. И я, ребят, вас уверяю, такие проходы есть. Почти под 100 долларов были проданы такие полтинники в отличном штемпельном состоянии. Поэтому, если они есть у вас, обязательно их выставляйте и продавайте дорого на аукционах. У вас их с радостью приобретут. В 60-е годы 20 копеек 1961 года было от чеканина около 1 миллиарда штук. При таком колоссальном тираже неудивительно наличие множества браков и наличие перепуток по металлу. Если в ваши руки попали 20 копеечники первого года чеканки, стоит посмотреть на аверс монеты. Верхнюю часть справа вверху. Именно вот в это место. Видите, здесь есть небольшой уступчик. Это простая монета. А если у монеты отсутствует этот уступ, идут колоски в одну линию, это дорогая и редкая монета. Это перепутка штамп от 3 копеек, которая очень ценится среди коллекционеров. Стоимость такого экземпляра 50-100 долларов, в зависимости от состояния монеты. Обычную же монету, вот такую, как вы видите у себя на экране, продать практически невозможно. Особенно поштучно. Но можете продать их только на вес и в большом количестве. Если же эта монета будет в отличном штемпельном состоянии, обычная монета без редких нюансов, тогда эту монету можно продать за 3-5 долларов на любом нумизматическом аукционе. Нумизматы покупают такие монеты. Обнаруженная вами двадцатка желтого цвета из латуни, очеканенной на заготовке от 3 копеек, обогатит вас минимум на 500 долларов. Но цвет должен быть реально желтый. Ребят, положите рядышком белую и желтую монету, цвет должен быть полностью совпадать, как у монеты 3 копеек. Тогда это редкая ценная монета. Бракованная монета со смещением принесет вам минимум 200 вечно зеленых. Окончательная цена монеты зависит от величины смещения. Чем больше смещение, тем монета будет дороже. Все вы же прекрасно знаете, что монеты белого цвета 20 копеек до 1957 года чеканились в мельхиоре. То есть на заготовках из мельхиора. Очень экономные хозяйственники, которым было жалко выкинуть оставшиеся заготовки, подарили нумизматам 20 копеек 1961 года от чеканина именно на этих мельхиоровых заготовках, которые с радостью вас купит любой коллекционер минимум за 100 долларов. Отличаются они от обычных монет цветом и весом. Темпы чеканки. Объемы производства 20 копеечников 1961 года довели производственников до того, что были от чеканины монеты на заготовках от 15 копеек. Такая находка принесет хозяину 300 и более долларов в карман. Если чеканку произвели только с одной стороны, и у вас такой экземпляр 300-400 долларов может пополнить ваш кошелек. Все эти цены, которые я вам назвал, это просто детский лепет по сравнению с пробными монетами. Их легко отличить, присмотревшись на размер года чеканки. У обычной монеты год крупный, а у пробных есть малая дата и средняя дата. Так вот монеты с малой датой вы можете встретить у себя дома. Все известные на сегодня экземпляры этой редкой монеты были найдены именно в обиходе. Цена такого экземпляра 8000 долларов за одну монету. Именно за такую огромную сумму готовы раскошелиться нумизматы при виде такой ценной монеты. А вот монета с средней датой стоит до миллиона рублей, но найти ее практически невозможно. Тираж монеты СССР 15 копеек 1961 года около 1 миллиарда штук. Эта монета не пользуется особым спросом у коллекционеров. Притертая монета даже не пытайтесь продать по штучке. Проще их продать оптом на вес. Разновидностей по штемпелям нету, но рассмотреть внимательно свои пятнашки стоит. Если вам попадется бракованная монета со смещением, 300 долларов цена такого экземпляра. 10 копеек 1961 года в плохом состоянии вообще ничего не стоит и также не пытайтесь их продавать. В отличном штемпельном состоянии цена монеты до 3-5 долларов за одну монету. Опять же все зависит от того, где и как вы их будете продавать. Ребята, присылайте мне фотографии вот таких монет на оценку. Я такие монеты не оцениваю, не покупаю. Такие монеты продаются исключительно на вес. Поштучно они мне совершенно не интересны. Если подвести короткий итог о тех монетах, о которых я уже рассказал, это конечно же стоит обратить внимание на 20 копеечники. Потому что именно среди них наибольшее количество всевозможных разновидностей, браков монет, где можно действительно подзаработать. Потому что 10-15 копеек там особо дорогих монет нету. Полтинников у рублей тоже. То есть просто будьте внимательны. Попались монеты, переберите. Посмотрите по каталогу, посмотрите по этому ролику, вернитесь к нему, пересмотрите его еще раз. И тогда вы точно не ошибетесь, если будете продавать свои монеты. И вас никто не обманет. Ну и конечно же обязательно подпишитесь на мой канал. И в комментариях напишите, есть ли у вас советская мелочь. Характерная черта 5 копеек 1961 года, это наличие большого количества разновидностей. Но их стоимость примерно одинаковая, поэтому останавливаться подробно на них не буду. Кому интересно их знать, переходите по ссылочке вверху, также будет ссылочка внизу под этим роликом, и там узнаете все эти разновидности. Цена притертых монет с обихода стремится к нулю. За штемпельную монету можно выручить до 10 долларов. Но есть и дорогие варианты. Какие? Первый это слабированные монеты, цена до 100 долларов. Монеты со смещением, оценка у нумизматов 100-300 долларов. А чеканинные в другом металле, пятаки 1961 года, стоят 100 долларов. И новодельные монеты, которые стоят до 1000 долларов за один экземпляр. Но такие монеты, конечно же, находятся только в коллекциях, вам вряд ли посчастливится ее найти. Ввиду большого тиража монет СССР номиналом 3 копейки 1961 года, нумизматами они оцениваются недорого. Монеты с обихода стоят буквально копейки, вряд ли вы их продадите. Что нельзя сказать о штемпельных мешковых монетах. Я их регулярно продаю по 10-15 долларов за одну монету. Именно о таких монетах я говорю. У меня их достаточное количество. Все они идеально сохранились до сегодняшних дней. Есть у этих трех копеечников и несколько более дорогих разновидностей. Кому они интересны, переходите по ссылочке вверху. Там подробно о них рассказываю. Скажу только об одной штемпельной разновидности. Эту редкую монету легко отличить от простой. Присмотреться нужно к лентам в гербе. У простых монет ленты плоские или же слегка вогнутые. А у дорогих монет они сильно вогнутые. Каталог Андрея Ивановича Федорина оценивает такой экземпляр в фантастические 3 тысячи долларов. Якобы эта монета была изготовлена несколько позже, когда для чеканки использовались штемпеля Аверса 3 копеек образца 1962 года. Встречается 3 копейки 1961 года в белом металле. Причем есть монеты от чеканины как в мельхиоре, так и монеты из медно-никелевого сплава. То есть от 20 копеек образца 1961 года. Обе эти перепутки чрезвычайно ценятся коллекционерами и они платят за них реальными деньгами 300-500 долларов за одну монету. Поэтому, ребятки, когда вам попадутся такие монеты, будьте внимательны, переворачивайте и смотрите какой у вас номинал. Тираж двухкопеечных монет составил более 300 миллионов штук. И даже сейчас встречаются они очень часто. Отсюда и низкая оценка коллекционерами. 0,1 доллара за обиходные монеты и 10 долларов за монету из мешка. То есть штемпельную яркую монету. Я реально их продаю по 10 долларов не так часто, но тем не менее они продаются. Существующие разновидности этой монеты описаны уже мною в другом ролике. По ссылочке вверху вы можете перейти и узнать все подробности. Известно о существовании пробной монеты, где дата уменьшена. Стоимость монеты СССР пробной очень высокая. В случае выхода предложений на нумизматический аукцион цена будет весьма внушительной. Перепутка из мельхиора на заготовке от 10 копеек принесет вам в копилочку до 1000 долларов. Вес таких редких и ценных монет 1,6-1,8 грамма. То есть вес меньше. Вы все знаете, что 2 копейки весило 2 грамма. Стоимость монет специального чекана, где герб приближен к анту, исчисляется тысячами долларов. Ввиду своей исключительной редкости. Двушки со смещением принесут вам 200-300 долларов. В обороте находились 4 варианта монеты СССР 1 копейка 1961 года с незначительными различиями и примерно одинаковым тиражом. Отсюда и стоимость их примерно одинаковых у коллекционеров. Монеты с обихода вы можете продать только оптом. Ну или за копейки поштучно. То есть копейки за копейки. А вот за красивую монету с чеканным блеском, которую вы видите сейчас на экране, можно выручить 5 долларов. А иногда и больше. Как и у двушки известно о существовании пробных экземпляров с уменьшенной датой. Эти монеты в обращение не поступили. Поэтому считаются раритетом. И являются мечтой для любого нумизмата и коллекционера монет СССР. Ребят, я очень много лет занимаюсь покупкой и продажей монет СССР. И немножечко разбираюсь в ценах. Имею представление, что сколько стоит. И все, что я вам рассказал, это все основано на личном опыте продаж монет Советского Союза. Надеюсь, вам понравился мой систематизированный обзор. И отблагодарить вы можете меня подпиской, лайком или комментарием под этим роликом, в котором вы можете рассказать о своих монетах СССР, которые есть у вас. И если вы распространите этот ролик, вам вообще не будет цены. Спасибо вам, ребята, за внимание и пока.